Один казённый дом на другой сменит 62-летний уроженец Подмосковья за смертельный конфликт с 70-летним соседом. Оба мужчины долгое время проживали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в посёлке Потьма. После Дня Победы соседи устроили небольшое застолье. Ссора, которая вспыхнула затем, говорят в Следственном комитете, на повышенных тонах не закончилась. В ходе возникшей ссоры осуждённый нанёс своему соседу один удар ножом. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался. На шум в коридоре дома престарелых сбежались не только соседи, но и персонал. В соц. учреждения вызвали следственную оперативную группу. Отрицать свою вину постоялец из Московской области не стал. Решение суда он дожидался в СИЗО. Гражданин К. признан судом вином и в совершении инкриминированного преступления ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор из Уполянского районного суда в законную силу не вступил. В соседнем Торбеевском районе суд только начинает разбираться в похожем бытовом убийстве. Разница лишь в родственных связях и оружии. Как сообщает Следственный комитет, 10 апреля в село Кажлатка к 48-летнему мужчине приехал в гости 52-летний родственник из Саранска. Такое событие хорошенько отметили спиртным. Душевная беседа продолжалась, пока кто-то не вспомнил старые обиды. Завязалась драка, в процессе которой гость несколько раз ударил хозяина табуретом, а тот, в свою очередь, достал незарегистрированное охотничье ружье и нажал на спусковой крючок. В проведенной сотрудникам Росгвардии проверка установлена, что охотничье ружье, старшее орудие преступления, не было должным образом зарегистрировано. Пострадавший с огнестрельным ранением в области живота был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную ему помощь, в ночь на 12 апреля скончался. Причастность обвиняемого к данному преступлению подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, а также другими материалами уголовного дела. За расправу над родственником жителю Кажелтки грозит до 15 лет тюрьмы, но, как показывает судебная практика, наказание не превысит 2 трети от максимального. Александр Аносов, Игорь Гангаев, программа «Происшествия».